Продолжение следует... Потому что я просто устал искать вот эти лого всяких и так далее. И половину, кстати, я в первый раз увидел тут, пока искал. Я говорю, я устал. Тут много чего нет, я уверен, потому что в Википедии там было еще столько же, минимум. Вот я говорю, что каждый пытается найти, написать свой, как будто без него не справится мир, без этого нового CI-сервера. Так что вот, ну, как бы есть один, короче, который, конечно, самый популярный. Скажите, как его зовут? Ура, да, да, впервые слышу. Вот, ладно, тогда вот тоже помнится, рассказывал я про него где-то, про пайплайны, да, где-то тоже полтора года назад, тогда они только появились. Вот, и был я тогда совсем не радужно настроен насчет них. Были определенные проблемы с этими самыми конвейерами, если по-русски говорить, конвейер, правильно, да? Вот, также я надеялся, что может что-нибудь новое там появится. Ну, вот, конечно, новое появилось, но как-то, как-то все равно ближе, вот, к Дженкинсу обратно тянет. Вот, так что надежно моим не суждено было сбыться, поэтому я все еще настраиваю Дженкинс. Немножко про себя, да? Вот, а не что-то другое. Так что теперь уже в Malwarebytes, а не в ZT, но как бы вот так. Сегодня расскажу вам, как мы его настроили недавно как раз в Malwarebytes, и для чего, и зачем, и как мы его используем немножко. Вот, и вот заходите ко мне в бложек, там, почитайте что-нибудь, а то мне скучно одному там. Нормально. Так, вот, как я обещал в анонсе, так немножко о чем речь-то, да? Сначала я расскажу про структуру, как мы организовали проекты внутри нашего Дженкинса, где, как рассказывали, куда закинули секреты с помощью папок и так далее, и тому подобное. Как сделали авторизацию, то есть так, чтобы люди авторизировались, ну, опять же, у нас, у нас актив-директори, вот, через актив-директори, но права они получают не из актив-директора, а из Дженкинса, уже Дженкинс сам раздает права. И как вот, например, часть проектов спрятать от одних людей и показать другим, а главное не проектов, а именно даже секретов, например. Потому что если проект не виден, а секрет виден, то человек может как бы сам создать новый проект, использовать эти секреты, которые он не должен видеть, и что-нибудь наделать нехорошего. Нет, ну, как бы он создаст проект, в котором будет использовать эти секреты, и там он же что-то может, что хочет делать, да. Вот, значит, интеграцию с GitHub покажу, потому что у нас GitHub. Если у вас что-то другое, ну, извините. Вот, расскажу немножко про автоматизацию. На самом деле это все автоматизировано. Все можно так, оп, нажал кнопку, и все понеслась. И все красиво уже. То есть с помощью Jenkins.jama сделан и Chef Cookbook. Сейчас немножко в процессе, но все, что вот я покажу сегодня, это вот, это есть на самом деле в интернете. В том смысле, что есть репозиторий, с которым я поделился с народом. И вот это вот Chef Cookbook, это как бы прототип этого Chef Cookbook. И потом, после перерыва, расскажу немножко о конвейерах с докером и без докера, и немножко о библиотеках. Понеслась, да? Тут уже все спрашивают, конвейер это пайплайн, да? Кайплайн, да. Конвейер это пайплайн. Проект это джоб. Если вот у меня будут путаться эти слова, я пытаюсь все по-русски рассказать, потому что мне не нравятся английские слова в русском тексте. Так, поехали, да? Это убрать, это убрать, это убрать. Дженкинс, наш любимый и так далее. То есть, как видите, так, сначала по установке даже Дженкинс, потому что тут очень важно, вот с версии 2.0 он начал создавать по умолчанию при первом старте юзер-администратор со случайным паролем. Это очень плохо. Ну, это хорошо, конечно, для security, но это очень плохо для того, если вы хотите потом этот Дженкинс настроить автоматическими средствами. Поэтому, когда вы устанавливаете Дженкинс, то нельзя давать ему стартовать. Такая проблема может быть именно в Debian. Так он создает файл с этим паролем на диске. Что тебе мешает? Просчитать файл с диска? Да, я знаю. Что тебе мешает дать ему сказать? Его можно просчитать с диска, но потом, когда ты начинаешь устанавливать, например, авторизацию через, например, не через Дженкинс, а через Active Directory или там какой-нибудь Google сервис, то этот как бы юзер уже не работает, но Дженкинс уже все равно закрыт. Вот, поэтому нам нужен прежде всего открытый Дженкинс. И потом только тогда, когда мы создадим правильного юзера, то есть у нас должен быть уже заранее создан юзер вот в той, как сказать, вот или в Active Directory или там вот в Google, да, соответственно, авторизации, или там через что вы там собираетесь авторизовываться в Дженкинс, которым вы будете ходить. И, соответственно, заранее уже можете прописать эти, как сказать, юзер и ключ внутри, как сказать, кукбука там или еще где-нибудь, потому что если Дженкинс не авторизован, то он просто не будет читать вот этот ключ и пароль. А если Дженкинс авторизован и вы даете ему неправильное, то есть изначально, то есть если он создал уже свой админ, своего админа, то здесь у вас все поломается. Ладно, я как-то куда-то не туда ушел на самом деле. То есть так, что самое главное, не дать ему создать админа в самом начале, то есть для этого нужно в Debian и Base или Ubuntu, да, и тому подобных, нужно, то есть там автоматически сервис запускается после установки пакета. И вот здесь, и там, ну, это можно на самом деле погуглить, как это сделать правильно, чтобы он не запускался. Но если посмотреть, как у меня, например, это сделано, рецепт-дефолт, да, то есть там создается просто файлик boli.crc.d с exit 101. Я не знаю, почему это работает, но это как-то, я тоже это нагуглил. На самом деле есть более правильные вещи, наверное, и в презентации есть ссылка на то, как это более правильно сделать. Просто у меня работает и нормально. Для презентации подходит. То есть сейчас, на самом деле, у нас пустой Дженкинс с предустановленными плагинами немножко, потому что плагины качаются из интернета, и я на самом деле долго их ставил. Ну, не так долго, чтобы совсем долго, но… Сейчас я скажу, сколько. 7 минут. Ну, нормально. Итак, вот, как видим, наш Дженкинс без авторизации, и все хорошо. То есть начнем с самого простого, с созданием как бы структуры, да, с папок и так далее. Для этого мы можем… Откроем сейчас… Новый секси UI не используешь? Новый секси UI будет потом. Давайте мы все вопросы зададим потом. Не, на самом деле можно вопросы задавать, потому что я люблю так, более общаться с залом. Вот, значит, ставим плагин. Плагин уже поставили. Значит, теперь ставим креды и наши проекты, пайплайны. То есть все это делается через kitchen.converge. Сейчас он быстренько их поставит, и мы продолжим. Это я потом расскажу. Так, обновились. То есть… Так, так-так-так-так-так-так. Начнем с простого, короче. Папки, да? То есть папки – это такие так называемые пространства имен. Их можно использовать прежде всего как пространство имен. То есть для этого невозможно использовать view, например, как вот здесь создать новый view, потому что view, он не создает нового пространства. Он как бы просто фильтрует текущие проекты, что вы просто видите какую-то часть проектов, и не все. Но на самом деле никто вам не запрещает нажать обратно на all view и увидеть все проекты. Так вот, папки на самом деле создают пространство имен, и внутри каждой папки, прежде всего, самое главное, можно создать свои секреты, credentials, что позволяет как бы сделать так, что в какой-то, например, у нас здесь есть глобальные секреты, как мы видим, что-то, сам global и github API. А если мы зайдем в какую-то папку, например, в dev, то здесь у меня созданы еще несколько секретов. И здесь мы видим, что вот есть секреты внутри папки dev созданные, и есть секрет, который глобальный. То есть изнутри, из папки, вы видите все секреты, которые созданы в самой папке и по иерархии в папках выше, включая до глобальных. То есть если мы зайдем еще глубже, dev1, то тоже вроде должны быть какие-то секреты. Вот. Соответственно, мы видим, что dev1 мы видим, давайте я увеличу вот так вот, наверное, лучше, да? Что же вы молчите-то? Что вот есть секрет в папке dev.dev1, секрет в папке dev, и есть два глобальных секрета. Вот. Также в каждой папке можно создавать проекты, и проекты, и имена проектов могут повторяться, соответственно, в одной папке, там, в одной папке там проект, я не знаю, супер, супер клевый, и в другой папке может быть такой же супер клевый проект. Так, теперь, когда у нас уже… New item? Folder. Это благодаря Folders плагин. Нет, ну это понятно. Да, хорошо. Ну просто я в самом начале-то не сказал, о чем речь-то. Вот. Теперь, значит, когда нам есть что скрывать от людей, вот, заставим людей авторизовываться. Именно через API вот этого сделать, к сожалению, нельзя. Поэтому я это делаю через отправку формы. А форма, она такая, она очень… Она может меняться в этом проблема. Поэтому я покажу это… В коде это выглядит вот так вот. То есть мы отправляем вот такой вот страшный JSON. Ну это не JSON, это хэш, да, который потом конвертируется в JSON. А вот как вот этот JSON получить, я сейчас вам покажу. То есть мы идем «manage Jenkins» и «configure global security». И вот на самом деле мы отправляем ему вот эту вот форму. То есть что хорошо, вы можете настроить здесь вот на каком-то тестовом Jenkins'е у себя эту форму один раз, потом запомнить вот ту вот страшную вещь, те атрибуты, которые вы передаете ему. И потом уже везде используют вот эти вот атрибуты. Соответственно, если вам нужно какой-нибудь новый instance Jenkins'а поставить, то это у вас будет уже автоматизировано. То есть как получить вот эти вот страшные атрибуты. То есть мы настраиваем здесь так, как мы хотим видеть наш Jenkins. Это мы уберем, поставим Jenkins own user database. Но если у вас какая-то авторизация через другой, через Active Directory или еще через Google, то здесь вы должны будете предварительно поставить специальный плагин тогда, или Active Directory плагин, или там Google LDAP, по-моему, называется, или еще что-то такое. И здесь тогда будет возможность выбрать именно то, что нужно. Ну, мы пока Jenkins own user database. Потом, значит, авторизацию у нас будет через role-based strategy. Это role-based strategy плагин, опять же, который позволяет скрывать от людей именно вот эти папки вместе со всем, что в них внутри находится. И сейчас мы покажем, как. Так, значит, здесь можно plain text. Берем все старые deprecated and encrypted вещи, потому что мы хотим же, чтобы он был секьюрный. Это мы добавим, это мы добавим. Клеевый режим лоучинг нам не нужен, потому что мы все делаем через API. Security warnings. Вот. И теперь, перед тем, как нажмем save, мы должны посмотрим в этот дебаг консоль, да, network. Нажимаем save. Теперь видим, что он отправил в Jenkins запрос, вот этот вот первый configure. Нажимаем на правую кнопку, copy и copy post data. Нас интересует именно post data. Теперь мы заходим в текстовый файл и вставляем это все. Вот. Это все, что он отправил. То есть, что здесь нас интересует, на самом деле, вот это вот, это не нужно. Вот это не нужно. Все, что нас интересует, это вот строчка, которая начинается на JSON, равно и так далее. Submit, save тоже не нужно. Вот. Вот это вот JSON. Вот тут можно еще плюсики заменить на пробелы. А насколько стабильны эти названия параметров? Названия параметров стабильны. Названия параметров стабильны. Здесь, ну, тут названия классов в них. Которые просто как бы вручную подбирать эти названия классов и так далее. И порядок тоже. Здесь как бы цифры вот важные. Тоже здесь вот value 1, 0 и так далее. Это... Ай, хорошо. Ну, короче, это то же самое, вот это. То же самое, что вот это. И здесь. То есть, вы можете просто скопировать и поставить это сюда. Значит, у себя. И, соответственно, ну, вот эти 0, 1, 5 вот здесь вот есть. Это как раз, если мы откроем, то это именно порядковые номера вот этого вот. Вот это, как это называется, радио баттонов, да? Вот. Ну, а он как бы почему-то именно нужный и порядковый номер, и класс передавать, который за ним стоит. Ну, вот так вот. А предыдущие вещи ты делал через какой-то вот... Это... Вот built-in API. Да. Предыдущие вещи делались через там API, которые вот, например, создание папки, да? То есть, у Дженкинса есть тоже тут есть, по-моему, ну, если взять API, да? Тут у него тут написано вот REST API. То есть, вот есть здесь create job вот через этот URL, create, например. Ну, тут как бы все вот через этот API делается, кроме вот именно вот в этой. Вот проблема именно только вот в этом. Ну, как бы вот так я ее обошел. Теперь, когда мы включили авторизацию, мы ее включили, мы теперь... Нужно залогиниться немножко. У нас должен быть юзер. Да, админ. Я теперь админ. Теперь давайте создадим, опять же, других юзеров. И я покажу, как эти самые юзеры у нас лишены прав что-либо смотреть. Пока есть какие-нибудь вопросы вдруг? Зачем это все надо? Почему Jenkins Home не скопировать? В смысле Jenkins Home не скопировать? Ну, например, Jenkins процент, когда он создает папку Jenkins Home. Да. В принципе, это информация. Да. Надо активировать и потом разворачивать. Ну, потому что, во-первых, она... А зачем так строжно? Нет, ее как бы... Там очень много ненужной информации, во-первых. Потому что, если там джобы все разные, там другие, правильно? Да. Ты их должен убрать, отфильтровать. Потом там несколько... Ну, конфигурационные файлы тоже разные. Я в этой фигурации, которую я сейчас показал, нам все можно сохранить, просто развернуть, чтобы не маяться вот этим мэром с фото и созданием. Ну, ты же... Хорошо, ты не можешь... Тогда ты завязан именно на эту самую, на конкретную версию Jenkins'а, на конкретный набор плагилов. В смысле? Если ты поднял, ну, на более старой версии, ты поднял новый Jenkins'а, сам пофигуруйте Jenkins'а. Нет, так ты должен... А, ты имеешь в виду Jenkins'а новой отдельно ставить, а именно только самую папку. Если ты в любом месте можешь эту самую папку на любом новом Jenkins'е поднять. То есть ты можешь эту папку привезти в другую машину, распаковать и сказать, что новому Jenkins'у твоему машину, ты вот эту папку смотри, он поднимается... Не, ну, хорошо, можно так. Окей. Если у вас так, может быть. Я так не пробовал. Мне кажется, что... Например, в докере он наоборот. Не, ну, в докере это... Перестартовывается, он может остановиться на более спешей версии, папка остается неизменность... Не, ну, это понятно, папка снаружи стоит просто. Не, ну, хорошо, но просто этот архив везде таскать с собой, это тоже как бы... Окей, может быть. Речь идет... Речь... А? Зачем нужно много Jenkins'а? Что это за случай, когда надо в автоматическом режиме разворачивать? В автоматическом режиме надо всю инфраструктуру разворачивать, не только Jenkins'а. Конфигурейшн аскоуд. А? Конфигурейшн аскоуд. Конфигурейшн аскоуд, правильно, да. Слушай, а ты доверяешься на китхаб? Jenkins'а достаточно. Нам пока... Нам больше нечему доверять пока что. Так, ладно. На чем я остановился? А, я должен был запустить, да, создание этих самых новых ролей. Modern Security. А вот новые роли. Побежали. Так, пробежались. Хорошо. Теперь у нас должны быть новые роли где-нибудь. То есть, вы примерно запомнили, да, какие джопы тут есть. То есть, на самом деле, есть несколько джопов, да, две папки dev и ops. Внутри dev есть папка dev1. Внутри папки dev1 есть папка dev2. Все логично. Вот, если мы выйдем и зайдем к каким-нибудь другим юзерам, например, вот у нас есть middle developer, вот, то он как девелопер, он видит только папку dev, потому что в ops ему нельзя. И как middle он видит папку dev1, потому что он middle. А вот папку dev2 он уже не видит. Ну и, соответственно, он видит только те креды, которые здесь. Которые в папке dev и dev1, а глобальные креды он также не видит. Вот такая вот ерунда. Права без скриптами раздаются? А? Права конкретным юзерам у тебя скриптами? Это роли, да, это роли. То есть, создаются роли с конкретными правами, и эти конкретные роли потом раздаются конкретным юзерам. Все скриптами, да. Так, и у нас есть, например, какой-нибудь djune, который на самом деле видит только папку dev, и все, и больше в ней он ничего не видит. Тоже, кстати, если помните, тут был также job, который назывался dev1.indev или что-то такое. То есть, его он тоже не видит. То есть, как видите, он не видит как бы джоба или папки, которые начинаются с определенного названия. Вот, например, dev1 и так далее. Как все это сделано? Как бы ловкость, я бы сказал, регулярных выражений и никакого мошенничества. То есть, после того, как мы установили плагин role-based strategy, у нас появился вот тут вот manage assign roles. И здесь мы можем зайти и посмотреть manage roles. То есть, здесь у нас существует... Роль admin была автоматически создана, когда мы установили плагин. Все остальные роли, вот read, dev, dev1 и dev2 были созданы мною. То есть, есть здесь глобальные роли, есть роли, которые по проектам, есть роли по слейвам, по нодам, по компьютерам, кто как-то любит называть. Глобальные роли относятся ко всему Jenkins'у. То есть, если у вас есть какое-то... Если у вас есть право, например, создавать job, да, вот здесь вот есть create, job create, право, то вы можете создавать этот job в любом месте в Jenkins'е. То есть, независимо от того, в какой папке он нам находится там или еще где-нибудь и так далее. И это... А вот это глобальные роли, то есть, они глобально определяют. Те роли, которые по проектам, они определяют только как бы права твои на какой-то конкретный проект, на папку и так далее. То есть, фишка в том, здесь, вот как раз в этом паттерне, который является регулярным выражением. Могу побольше, наверное, поставить, да? Опять не видно. Или видно хорошо? Хорошо, вот. То есть, кто знает, что это вот за часть регулярного выражения, в скобках, которая. Что будет заморачивать. А? Захватывать будет. Нет. Значит, нам захватывать ничего не нужно. И группировку. Тоже нет. Можно еще больше? Можно. Из гибриха. Исключая DEV1. Да, это исключая DEV1, правильно. Но как это... Эта часть регулярного выражения называется look ahead. Есть еще look behind, когда вы смотрите... То есть, он ищет DEV, и потом смотрит впереди, есть ли DEV1. То есть, все DEV, кроме DEV1 после него. Вот. Есть еще look ahead, look behind, и все вместе. Это называется look around. Так что, опять же, есть ссылка в презентации на почитать, если кому интересно. То есть, понятно, да? То есть, первая роль дает разрешение на все объекты, которые начинаются на DEV, кроме тех объектов, которые начинаются на DEV, DEV1. Понятно, да? Соответственно, DEV1 роль дает разрешение на все объекты. Ну, то есть, паттерн мячится на все объекты, которые начинаются на DEV, DEV1, кроме DEV, DEV1, DEV2 и так далее. И если вы… и тогда, получается, эти права распространяются только на те объекты, которые… по которым, скажем, вот этот паттерн мячится. Соответственно, как бы получается, что здесь забирать права вот от юзеров никак нельзя. То есть, можно как-то добавлять. То есть, для этого… поэтому, прежде всего, как бы нужно делать так, чтобы вот в глобальных ролях было минимальное количество, ну, как бы не знаю, прав для какого-то юзера. И потом уже конкретно их добавлять именно по проектным ролям или по слейвным ролям, как вам удобнее. То есть, проектные роли, они все действуют на проекты, слейвные роли, соответственно, на слейвы разные. Вопросы? А если пользователь создается… Вернее, если пользователь не видит пафу, но он создаст новую папку, новый проект с названием, которое уже существует, то что будет? А где он… нет. Как бы проект в одной папке… Нет, в разных папках проекты с одинаковыми именем могут существовать. Потому что, как бы, проект… Имя проекта считается полный путь к нему, включая папки. Ну, смотри, допустим, мы берем dev папку, да? Да. И есть dev1, но пользователь ее не видит. Да. И он решает создать dev1 папку. А у него не будет прав на это? Ну, он не сможет, потому что… Он не может создавать папки? Он… нет, он… О, полидация сработает. О, полидация сработает. Сработает. Да. И он скажет, что, как бы, этот проект уже или есть, то есть вы не сможете его создать, или на самом деле этот паттерн замечится, и тогда он увидит, что у него нет, например, прав на создание… Ну, извините. Я, кстати, не проверял. Можно проверить потом. Вот. Ладно, короче, проехали, наверное, да? Окей, более-менее понятно. Теперь мы заходим, вот, где роли осанятся, и, соответственно, у нас есть… Видим, что у нас есть один юзер админ, которым я сейчас зашел. Есть типа юзер или группа authenticated, анонимус, и три еще юзера, которые junior, middle и senior dev. Вот. Соответственно, почему junior видел только папку dev, потому что у него только права от роли dev. Соответственно, middle видел обе, и senior у нас, как самый умный, видел все почти. Чуть-чуть больше, да. Вот. Есть специальная роль authenticated, которая распространяется на всех юзеров, которые залогинились. То есть, соответственно, если вы дали какие-то права этой роли, то все юзеры, которые залогинились, они автоматически получают эти права. Вот. Ну, анонимус, конечно, это наоборот, люди, которые не залогинились. В данном случае у них прав нет. То есть, если я выйду, то я вот ничего не увижу. Так. Единственное, вот что проблема, которую я вижу в этом распределении, в таком вот, на самом деле, это вот то, что вот прежде, чем вы дойти до своего проекта какого-нибудь, вам придется кликать, кликать, еще потом кликать. И вот только вот теперь мы дошли до очень глубоко вложенного проекта. То есть, до этого нам понадобилось вот три клика. Только теперь мы можем его вот запустить, например. Но эту проблему решает новый UI, который называется Blue Ocean. Скорее всего, тоже будет, может работать. Но здесь как бы без звездочек. Здесь есть звездочки, но как бы видно все проекты, для которых у тебя есть доступ без звездочек. Через Vue может быть? А? Через Vue поставить проект. Может быть. Если ты можешь создать свой Vue, да, ты можешь, наверное, добавить в него тоже этот проект. Ну, этот UI-то красивый. Вообще? Да. Я бы так попользовался в жизни больше. Проблема в том, что те же самые люди начали создавать тот же UI, просто по-другому. Нет, как бы он рассчитан чисто только для пайплайнов. Только для таких проектов. Для обычных проектов он, естественно, он не подходит. То есть, а так как я пропагандирую переход на пайплайны, то вот он очень хорошо для них подходит. Как мне кажется. То есть, не надо здесь, например, думать очень долго, искать свой проект. То есть, здесь путь, правда, вот не полностью прописан, например, вот у этой глубоко спрятанной, глубоко спрятанного проекта. Но, то есть, он видит, он показывает первую папку, показывает последнюю перед ним. Но если вот навести на него, то есть, вы увидите как бы весь полный путь. Основная фича – это дизайн. Да, он красивый. То есть, на самом деле, здесь, если вот зайти там в какую-нибудь папку, то вот у нас есть тут тоже всякое интересное. Тут есть Create Pipeline. Мы сейчас это делать не будем. Мы потом, потом другое сделаем. Там другой дизайнер пайплайна. Совершенно другой. Да. Более того, не совсем совместимый со старыми пайплайнами. То есть, у вас были промоценированные пайплайны, они более не редактируют. Да, новый UI дедактирует только эти самые, как его. То есть, есть скриптовые пайплайны, которые более старые, есть и DDDD, как они там называются? Декларатив. Декларативные, да. Вот он редактирует именно декларативные. То есть, короче, так, опять я куда-то ушел. А ты пайплайны не сохраняешь? Совершенно контрол. Сохраняю. Ну, изначально, когда ты начинаешь, говорю, там делать что-нибудь, ты же как бы пробуешь так, пробуешь так. Ты же не будешь все свои пробы, пробы, коммитить. Я тоже никогда не редактировал. Ладно, шучу, конечно, редактировал. Так, короче, так, то есть, здесь видны сразу все проекты, которые доступны. Можете нажать на звездочку, и тогда эти проекты будут вообще здесь самом наверху. Ну, вот как бы, вот основная фича. Так, ладно, давайте дальше. Можно отсюда выйти. Jenkins у нас не сферический, находится не в вакууме, поэтому посмотрим, как его интегрировать с чем-нибудь, например, с GitHub. Интеграция у нас на самом деле будет двухсторонняя, то есть, GitHub посылает в Jenkins нотификацию о том, что у него есть новые коммиты, типа Jenkins, давай работай, и Jenkins обратно посылает нотификацию в GitHub, потому что, типа, чувак, я поработал, вот результат. То есть, можно вопрос по поводу интеграции GitHub? Да. Jenkins вроде сам не допрашивает. Он может, да, он может, чем это плох вариант? Ну, просто, то есть, он должен постоянно когда полить через какой-то период, период, правильно? Раз в 10 минут, раз в 15 минут. Ну, более того, в последнем Jenkins полинг сломан для GitHub, без накида и так далее. А, да? А, слушай, вот этого я не знаю. Вот. А так, когда, тогда, если, соответственно, GitHub будет нотифицировать, тогда он будет сразу же запускать. А вот такой вопрос. Ну, вот, например, я пробую, что так получается, вот в Lab, интеграция в TeamCity идет, там нужно вводить пароль от TeamCity, но пароль периодически меняется, как говорят, не очень хорошая тема. Как в GitHub это делать? В GitHub создается, в GitHub создается, в GitHub создается API token, сейчас я покажу, как, да, и, соответственно, его, он просто записывается, опять же, сюда, в Jenkins, в креды. То есть, соответственно, в кредах его посмотреть никто не может, но им можно пользоваться. Это чтобы Jenkins ходил в GitHub. А, чтобы обратно, чтобы в GitHub ходил в Jenkins, для этого не нужно ничего. Он просто полит какой-то определенный URL. Вот. Немножко по-другому. Jenkins, собственно говоря, есть внутри этого ключа, который он в GitHub получает, есть право на создание GitHub, и он создает GitHub, которые, в основном, на GitHub, дергают. Можно создавать GitHub, да, но... Он сам делает по умолчанию GitHub, с китами плагинов, делает просто вот блок. Ты создаешь этот ключ и все работает. Да. Это Jenkins в интернете. Это если тебя Jenkins доступен, да, конечно, для GitHub. У нас как бы, у нас вот свой GitHub Enterprise, у нас свой Jenkins, поэтому они друг друга видят, и это все работает. Так, давайте зайдем на GitHub. У нас можно... Я покажу на... На бесплатном. Ой, пароль нужно. Да ладно. А, вот, есть. О, отлично. Вот, нажимайте на себя любимого, как говорится, заходим в сеттинги. То есть мы сейчас настроим GitHub сначала, а потом снова вернемся к Jenkins. Значит, Developer Settings, Personal Access Tokens. То есть здесь я уже создал в себе заблаговременно. Вот. И можем посмотреть его. То есть тут на самом деле права нужны только на нотификации. И вот то, что у нас, потому что мы сейчас будем работать с публичным репозиторием, нужен публичный public repo access. Если у вас приватный репозиторик, то, соответственно, нужен private access, private repository access. вот этот. Ты имеешь в виду GitHub-логин, который в Jenkins, который ты… А, это да. Это если ты будешь pipeline делать через UI. Но мы pipeline через UI делать не будем. Так он после этого говорит, а теперь в конец Jenkins файл используется 0 и все сделает сама. Даже он приложит. Нет, он должен этот API, который он сейчас, API токен, должен его сохранить в креды. Иначе ты не сможешь им пользоваться везде. Вот если ты недавно его пульт использовал, я это сделал буквально вчера, заканчиваю ровно на том шаге, на котором ты можешь создать через UI. Он тебя просит, пожалуйста, закомнить jrpx файл и он из него создать. То есть все шаги, связанные с созданием, заканчиваются на контакте на GitHub-логин. А, ну окей, хорошо. Мы все равно коннетики все. Ладно, проехали. Хорошо, спасибо. Так, то есть мы взяли этот токен и у нас он на самом деле записан кое-куда. Уже создан здесь в кредах через, опять же, скрипт. Затем мы идем… А, и теперь для каждого джоба, может быть, вот если вы не делаете его через Jenkins, опять же, UI, то вы можете сделать через GitHub API, добавить… Теперь в свой репозиторий, который вы хотите, чтобы запускал… делал нитификацию в Jenkins. Немножко нужно настроить, соответственно, этот репозиторий. То есть мы заходим в сам репозиторий, в Settings, Integrations and Services и добавить сервис. И здесь, что важно, есть два плагина. Есть Jenkins Git-плагин, есть GitHub-плагин. Нужно выбрать тот, который Git-плагин, а не GitHub. Фишка в том, что если выбрать… Что вот там какой-то, я не знаю, может быть, баг в этом GitHub-плагине в интеграции, потому что он не посылает… Он как бы посылает нитификации, когда коммит будет сделан в новый бранч, то есть когда новый коммит создает бранч. Но Jenkins почему-то считает, что ничего не случилось и не запускает никакого джоба, ну, как бы не видит этот новый бранч. А вот с Git-плагином он видит нормально. Это я проверял. То есть здесь, соответственно, просто Jenkins URL. Ну, у нас он такой вот странный с IP-адресом и портом, поэтому мы его не будем ставить сюда. Ну, просто добавляем и от сервис. Вот так вот. Короче, это работает. Ему я не буду добавлять, потому что он все равно мой Jenkins не увидит. Так, на этом конфигурация GitHub-а закончена, и вот нужно настроить Jenkins. Теперь, значит, у нас должен быть в Jenkins установлен GitHub-плагин. Значит, вот этот токен, который мы получили из GitHub, мы должны занести, опять же, в креды. То есть, опять же, он у меня где-то есть тут. Где-то вот у нас есть тестовые секреты, откуда он берет. И вот у меня тут есть вот этот вот большой, длинный токен. Надо его поменять теперь. Теперь его все знают. Теперь, потом мы создаем, соответственно, проект Multi-Branch, Multi-Branch Pipeline, потому что мы хотим, чтобы он билден все наши бранчи, а не только какой-то один конкретный. Вот. То есть, все эти шаги можно сделать автоматом. А вот единственное, опять же, вот единственный шаг, который можно сделать только вручную, ну, хорошо, что его нужно сделать только один раз, это вот в конфигурационной системе, это добавить, добавить, этот, есть вот GitHub сервера. Нужно добавить GitHub сервер. Назовем его Default. Default. Дать ему эти креды, которые как раз, которые мы создали. Ну, ладно, manage cookie мы его не разрешили, поэтому уберем. И сохранить. На самом деле, test connection должен сработать. Да. Вот. То есть, теперь у нас интеграция с GitHub должна работать. И когда мы, например, у нас есть, как вы видите, здесь не только как бы все какие-то левые проекты, тут есть один с вполне вменяемым названием. То есть, если мы зайдем, это multi-branch pipeline. Мы сейчас запустим скан всех вот бранчей, которые есть. Он будет их, он их сейчас найдет немножко. Зайдет, значит, он пошел куда-то, наверное. А куда он пошел? В GitHub пошел. Начал искать. Вот, как мы видим. И сейчас он видит, он нашел два бранча, и оба их билдят. То есть, один мастер, один там был pipeline lips. Здесь мы сейчас увидим результат. То есть, он сбилдил оба. И теперь, на самом деле, если мы сейчас пойдем в GitHub и зайдем сюда, и увидим на последний коммит, зайдем на коммиты, вы видите, здесь появилась вот такая маленькая, зеленая маленькая, еле заметная галочка. Что это? Это значит, что Jenkins вернулся, значит, вернулся и нотифицировал GitHub, что, типа, я сделал все, и вот он результат. То есть, если назвать, на самом деле, на эту галочку, то здесь было видно, например, оп-оп-оп, что там пробежало. Тут можно даже в details зайти. Build1 соксидит, и он здесь увидит. Та-да! Ну, вот так вот. На этом, наверное, про GitHub мы закончили. Еще нет, еще не все. Пять минут. Тебе жалко? Пять минут и перерыв. Пять минут и перерыв. Еще, так, пару слов просто осталось про автоматизацию. То есть, сейчас она сделана вот таким вот шефовским кубуком, то есть, есть стандартный атрибут, рецепты и так далее. Есть специально написанные ресурсы для того, чтобы менеджить. Креды, соответственно, папки, пайплайны, плагины, роли из RollStrategy плагины, ну и слейвы заодно. Ну, слейвы мы вам показывать не будем. Вот. Все, то есть, вскоре я вот этот, когда я вот причешу вот этот вот кукбук шефовский, я его сделаю публичным, то есть, засуну его в этот супермаркет шефовский и можете скачать. Вот. Когда это будет сделано, следите за обновлениями в блоге. Вот. А на самом деле пользуются вот эти все ресурсы тоже одним Ruby Jam, который, опять же, мы написали, он уже в публичном доступе. Берите, качайте, пользуйтесь. Как говорится, все ходит... То есть, то есть, его можно пользоваться, как и... Так, джем называется Jenkins 2. Сейчас мы его зайдем, покажем. Ruby Jam, Ruby Jam. Я более умного названия не придумал, извините. Если у кого-то есть гениальные идеи, то, пожалуйста, можем передавать. Его скачало только порядка двух тысяч пока что, так что никто не заметит, когда я его переименую. Да? У тебя был Jenkins 1 тоже? Нет. Просто Jenkins был занят. Была еще идея, была идея еще назвать его Leroy. Но Leroy тоже был занят. Вот, короче, а больше я ни на что... Не, на самом деле я думал Jenkins 2, что это именно вторую версию Jenkins'а поддерживает. Jenkins 2.0 там и так далее. Вот. Но вот так вот. На самом деле, да, его можно использовать не только как API клиента, а внутри Ruby кода, а на самом деле он так же, как команд-лайн клиент тоже вполне себе работает. То есть тут очень хороший такой немножко, как-то сказать, хелпа. То есть в нашем случае, например, можем записать Jenkins 2, сервер. Какой у нас сервак? Оп-оп. Так, да, то есть у нас user admin. 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 Пароль у нас тоже, по-моему, admin, если я не ошибаюсь. И, например, мы хотим знать версию. Версию он. То есть вот он нам ответит. Или, например, мы хотим узнать, там, я не знаю, get job. Ой, get через минус. Get job. И, например, название job. Да, у нас есть такой job. Тогда мы получим… Он все это через API вытаскивает, да. Get job. Забыл минус n. Опаньки. Invalid option минус n. А, конечно, get job-то я удалил. Или нет? А, он не там, извините. Get job. И потом тогда минус n. Вот. И тогда вот он выдаст вам вот этот вот, как сказать, XML, да, конфигурационный job. Ну, там много разных вещей на самом деле. Ну, в общем, все, да. Пока на первое. На первое все. Спасибо. До времени.